Ольга Ломака Почему во время экономического кризиса цены на предметы искусства не падают, а растут? Ответ прост, так как искусство стало самым выгодным вложением, выгоднее золота и нефти. Ко всему прочему, аукционные дома, такие как Сотбис и Кристис, искусственным образом поддерживают высокие цены на определенных современных художников, а эти художники, в свою очередь, поставили производство своих картин на поток. Так обе стороны оказываются в прибыли, и тут понятие современного искусства начинает девальвироваться. Такую схему невозможно провернуть с Тицианом или Борском. Их картин не так много, но с Ворхолом легко, поскольку он написал сотни картин. Нет, никто не сомневается, что Венди Ворхол настоящий художник, но такие высокие цены на его искусство поддерживаются посредниками искусствами, а именно аукционными домами. Что, конечно, допустимо, но не вполне оправданно. Даже с учетом того, что Венди Ворхол гений, изменивший лицо 20 века. Но, когда ныне живущие художники, такие как Хёрст или Кунт, пишут сотни работ на продажу, тут начинается недоверие к художникам, что не относится к нашей сегодняшней героине. Рынок современного искусства – это самый большой мыльный пузырь для существующих на сегодняшний день. Вот уже сто лет мы спорим о Чёрном квадрате. Искусство – это или профанация. И нам должно быть стыдно. Чёрному квадрату сто лет. Он не ног. А мы до сих пор не научились понимать современное искусство. Оно зачастую нам кажется слишком сложным, мрачным или отталкивающим. Субтитры создавал DimaTorzok